Всем привет! В этом видео смартфон UA обозревает планшет Prestigio WISE 3161 3G, который выглядит интересным кандидатом на роль недорогого устройства для вебсерфинга, просмотра фильмов и простеньких игр. Так ли это? Разбираемся в этом видео о мобильном гаджете с 10,1 дюймовым IPS-экраном, поддержкой 3G, карт microSD и OTG, а главное ценником до 100 долларов. Начнем с того, что Prestigio WISE 3161 3G выглядит просто и именно этим может зацепить покупателя, так как внешняя простота и хорошо подобранные материалы корпуса лучшим образом отразились на эксплуатации. На тыльной крышке черный матовый софт-тач пластик, плавно переходящий на торцы. Он тактильно приятен и абсолютно не скользкий для рук. При имеющихся габаритах это неоспоримый плюс данной модели, особенно если давать ее в руки ребенку. Вес 540 грамм. Единственный нюанс – материал маркий. На тыльной панели размещены объектив камеры, логотип, а также две решетки мультимедийного динамика. 3,5 мм разъем под наушники обустроен на верхнем торце. По соседству с ним заглушка со слотами под microSIM, microSD, а также порт microUSB. На противоположной стороне от портов – микрофон, кнопка питания и клавиша регулировки громкости. Клавиши имеют мягкий ход и отчетливые нажатия. В целом сборка планшета не вызывает никаких претензий. Экран очень точно вписан в корпус, лишние зазоры отсутствуют. Поверх дисплея наклеена защитная пленка. В планшете используется IPS-дисплей диагональю 10,1 дюйма с разрешением 1280 на 800. Соотношение сторон 16 к 9. Пикселизация малозаметна. Углы обзора хорошие. Запас по яркости достаточный. Дисплей этого бюджетного планшета без лишних вопросов подходит для просмотра фильмов, чтения социальных сетей и книг. Информация с экрана легко читается даже на улице при переизбытке света. Яркость регулируется исключительно вручную. Светопередачу можно настроить через Miravision. Тут же выбирается масштаб текста, что очень удобно людям с проблемами зрения. Мультитач поддерживает пять пальцев, сенсор отзывчивый. Олеофобного покрытия нет. Учитывая, что на тесте у нас недорогой планшет, то четырехъядерный чипсет Mediatek с частотой 1,3 ГГц выглядит достаточным. Оперативной памяти 1 ГБ. Именно последнее ограничивает в запуске производительных игр. С другими базовыми приложениями заминок не будет. По крайней мере за две недели теста система не дала повода усомниться в ней. Не зависала и не тормозила. Производитель предусмотрел для хранения контента только 8 ГБ встроенной памяти. Без дополнительной памяти полностью насладиться мультимедийными возможностями не получится. Расширить встроенный накопитель можно microSD-картами максимальным объемом до 128 ГБ или через подключение флешки через USB OTG. Вместе со стандартным набором беспроводных интерфейсов, которые включают Wi-Fi, Bluetooth, GPS, планшет оснащен 3G-модулем. Поддерживаемые сети 2G и 3G. Слот для SIM-карты 1. Устройство можно пользоваться как обычным смартфоном. Приложение телефон предустановлено. В основе программной оболочки планшета Android 7.0. Операционная система работает стабильно. Предустановленные программы Booking.com, FileCommander, E-Reader Prestigio, игра-стратегия и еще парочка других. Устройство быстро и корректно реагирует на разворот и позволяет разделять экран на две программы. Переходим к аккумулятору. Prestigio Vice 3161 3G укомплектовали батареей на 5000 мАч. На первый взгляд не очень много, но даже на полной яркости с ним можно смотреть видео в YouTube до 4 часов. Если яркость понизить, то энергопотребление снижается. На яркости 50% расход 16% в час. На яркости 10% расход 12% в час. Это реальные тесты, при которых 3G и Wi-Fi были постоянно включены. В режиме игр планшет расходует на 10-15% батареи больше, чем при просмотре видеороликов. Полная зарядка занимает не более 2 часов. За первый час устройство набирает 60% заряда от комплектного зарядного устройства на 5 Вольт 2 Ампера. Режим энергосбережения стандартный для Android. Теперь звук. Мультимедийный динамик со средним запасом громкости, при этом звучит довольно чисто. Если подключите наушники, становится доступным FM радио. Коротко о камерах. Их в планшете две. Основная на 2 мегапикселя и фронтальная на 0.3. Они здесь больше для общения, чем для съемки красивых фото. Примеры картинок смотрите в нашем текстовом обзоре. Ссылки на видео там же, в описании к этому ролику. Основная камера планшета записывает ролики в максимальном разрешении Full HD, а фронтальная VGA. Напоследок о комплекте поставки. Поставляется модель в коробке, выполненной в красно-белых цветах. Внутри планшет, кабель microUSB-USB, различная документация и адаптер питания. Что ж, Prestigio Vice 3161-3G на свой ценник в 2649 гривен укомплектован на все 100%. Устройство оставило приятное впечатление благодаря сбалансированной производительности и хорошему дисплею. Универсальности модели добавляет 3G-модуль. Приятный бонус поддержка OTG. Так что всем, кто подбирает бюджетный планшет с большим экраном, рекомендуем рассмотреть обозреваемое устройство в качестве кандидата на покупку. Планшет подойдет всем членам семьи. На этом все. С вами был Андрей и смартфон UA. Есть вопросы, задавайте в комментариях. Всем пока!